50 лет братания. 14 октября 1966 года столица Мордовии и болгарский город Батевград подписали договор о производственной взаимопомощи и дружбе. С апреля 1967 года Саранско-Батевград стали городами-побратимами. В советские годы города связывало тесное сотрудничество в промышленной сфере. Граждане СССР помогали Болгарии строить новые заводы и делегации из Батевграда были частыми гостями Саранска. Но в последние годы они приезжают все реже, хотя в Саранске международных гостей по-прежнему ждут. Особенно в школе номер 16, где для них всегда открыты двери музея российско-болгарской дружбы. 50 лет назад в Саранске болгарский город Батевград поворотались. В столице Мордовии появилась улица Батевградская, а в Батевграде Саранская. А в построенной в том же 1966 году школе номер 16 был открыт музей советско-болгарской дружбы, который действует до сих пор. Школьницы и экскурсоводы рассказывают ученикам младших и средних классов о тесных связях между братскими народами. По данным археологии, русские и болгары имели общее этническое происхождение. И еще с глубокой древности поддерживали тесные связи между собой. Особенно эти связи окрепли в годы османского владычества на Балканах, когда русские помогали болгарам освобождать их землю. Создавала музей учитель русского языка и литературы Светлана Караваева. Сейчас экспозиция насчитывает десятки привезенных из Болгарии книг, предметов, одежды и посуды. А также подделки учеников 16-й школы. В музее проходят дополнительные уроки по истории, литературе, труду и рисованию. Лучшие подделки и письма отправляют в Батевградское училище имени Вапцарова. С 2009 года наш музей носит название «Музей российско-болгарско-мордовской дружбы». И на сегодняшний момент основной формой школьного музея является поликультурное образование учащихся, развивающее творческие и познавательную активность учащихся. Ученики 16-й школы о Саранском побратиме знают, пожалуй, больше остальных. Они изучают болгарскую культуру, литературу и даже музыку. И хотя делегации из Батевграда после распада СССР бывают в Саранске нечасто, в последний раз зарубежные гости приезжали два года назад на День города. Их здесь всегда ждут. А еще ждут ответного приглашения в гости. Мне нравится болгарский костюм. Мне нравится собирать информацию о болгарском костюме. Например, ну я думаю, немногие знают, что основой болгарского костюма является платье, сукма, и что оно черного цвета. Обувь у женщин и мужчин царвули. Царвули изготавливались из свиной и бычьей кожи. У нас в музее представлены царвули 19 века. Я бы хотела пройтись по улице Саранской, ну и встретиться с гостями, которые к нам приезжают. Если два города по Братиме, то это города сильнее, добрее, там, это дружба, и она необычная какая-то, сильнее и дольше. Дружба нужна для того, чтобы города, наверное, были как бы сближены, народы были друг к другу добрее. В советские годы сотрудничество между городами по Братимами было действительно тесным. Школьники двух городов ездили друг к другу на каникулы, студенты вместе трудились в стройотрядах, саранские рабочие помогали Батевграду развивать промышленность. А теперь то ли помочь уже нечем, то ли помощь из России и Болгарии стала не нужна. Сейчас обратание с Батевградом напоминает лишь название торгового центра и одной из центральных улиц Саранска. Да памятник болгарскому поэту и национальному герою Христа Ботеву во дворе 16-й школы. Но жители столицы Мордовии, особенно старшие поколения, о городе по Братиме помнят. И считают, что в наши дни дружба славянских народов должна укрепляться с новой силой. Сейчас это уже как бы заново стало актуально, мы же должны как-то объединяться и в целом с Болгарией у нас отношения хорошие. А то, что вот сейчас Болгарин не очень поддерживает Россию? Ну и что, это же политики не поддерживают, а народ-то все равно един. Это славянский народ. Я считаю, что это всегда нужно поддерживать и культивировать дружбу между народами. То есть именно это нам позволяет избежать каких-то конфликтных ситуаций в дальнейшем. Хорошо бы, если бы туристический поток туда наладили в большей степени. Думаю, это была бы прекрасная, хорошая страна для курорта. Как бы то ни было, но Ботевград остается одним из трех побратимов Саранска наряду с польскими городами Сирац и Гожув Великопольский. Но если поляки дорогу в Саранск давно забыли, так может хотя бы болгары не забудут. По крайней мере, приглашения на День города власти Саранской им по-прежнему высылают. И на предстоящий полувековой юбилей 16-й школы братьев славян тоже ждут. Людмила Чекал, Александр Данилов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова